всем доброго дня сегодня на ужин я хочу приготовить курочку со стеклянной лапшой это одно из блюд корейской кухни блюдо это готовится очень просто я думаю справится любой давайте начнем сейчас я вам покажу как я это делаю и из чего самое главное что нам нужно это курица если вы берете целую курицу то нарезать ее вот примерно на такие куски крупные вот так вот смотрите а также нам нужна картошка морковь перец острый чили стручковый кусочек имбиря такой вот небольшой кусочек луковица чеснок и лук зеленый а также нам нужно будет такая вот лапша вермишель вы посмотрите здесь написано рисовая вермишель а также можно брать просто если у вас такой нету то можно взять просто лапшу для фунчозы тоже подойдет соль черный перец масло растительное соевый соус кунжутное масло и вот такой вот устричный соус если его нет но не критично можно без него тоже обойтись сначала нам нужно замочить лапшу в холодной воде здесь ее 200 грамм ну если на двоих готовить то 50 грамм достаточно я половину пачки замочу это будет 100 грамм вот так вот выбираем емкость и наливаем туда воду нужно комнатной температуры заливаем водой и оставляем на полчаса за это время нам нужно будет подготовить овощи морковь нарезаем вот у меня мелкая морковь я ее нарезаю так вот на брусочки если у вас большая морковь вы можете просто на такие шайбочки нарезать толщиной примерно в сантиметр вот так картошку тоже нарезаем крупненько вот так ну вот так вот имбирь можно натереть на терке либо порезать просто так и чеснок просто режем на мелкие кусочки лук режем кольцами крупными кольцами ну вот так примерно включаем плиту и наливаем масло две-три ложечки нужно так чтобы просто дно покрыло масло масло нагрелось будем обжаривать кусочки курицы что хотел сказать здесь если вы у вас семья большая или вы любите мясо то кладите побольше курицу вот так зарумянили и теперь нужно нам выложить сюда чеснок и имбирь и лук пару минут обжарили все вместе и теперь выкладываем сюда овощи картошку и морковь картошку тоже можете чуть побольше положить мне кажется такого количества две картошки достаточно сейчас нам нужно сделать заправку которая состоит из соевого соуса берем 4 столовые ложки берем устричный соус пару ложечек и чуть-чуть чайную ложечку кунжутного масла это очень ароматное масло поэтому много его ни в коем случае не надо будет горчить все это смешиваем заливаем курицу и заливаем водой вот настолько чтобы только мясо покрылось присолим пока вот так чайную ложечку посыпем а в конце попробуем если надо будет добавим закрываем крышкой и варим до готовности овощей мясо это будет минут ну думаю минут 20 25 лук зеленый нужно нарезать его нужно немножко нужно его порезать вот так вот режем под углом и перец нужно порезать колечками перца берите сколько вам нужно прошло 15 минут я вот так вот открываю крышку и переворачиваю кусочки курицы дальше смотрите сок уже немного выпарился теперь нам нужно крышку не нужно закрывать нужно чтоб сок еще выпарился немножечко ну и так вот минут 10 и будет готово прошло ровно 20 минут и теперь лапшу я разрезаю ее она сложена вот так вот вдвое и чтобы удобно было есть она не было чтобы слишком длинной я ее вот так вот разрезал и все и теперь укладываю ее вот так с одного краю нужно вот ее утопить в соусе теперь закрываем крышку и варим где-то минуты 3 пока не сварится лапша смотрите прошло 3 минуты и лапша приготовилась вот выключаем посыпаем луком сюда конечно и перец тоже нужно прям сейчас же засыпать но потому что дети не будут есть перец я лучше потом уже каждому кому нужно как бы себе тарелочку выложить пока вот так вот вот такое блюдо у нас получилось сейчас выложу и расскажу вам что получилось все приготовилось будем пробовать картошка морковь сварились очень хорошо напитали соевым соусом очень вкусно курица тоже получилась нежная и лапша лапша эта лапша отличается от обычной которая из пшеничной муки тем что она такая такая вот ее жуешь она такая чуть-чуть резиновая такая и она сама по себе конечно без вкуса но когда впитает в себя все соки то получается очень-очень вкусно здорово видите как очень просто и быстро можно приготовить такое замечательное блюдо готовьте вместе со мной пишите комментарии что вам понравилось что не понравилось что понятно что нет отвечу с удовольствием на этом все пока пока